Добрый день! Приветствую вас на канале Семьи Савченко. Сегодня с вами Лидия Савченко и в рубрике Многодетная мама сегодня мы поговорим о хобби. У каждого из нас есть какое-то любимое занятие, которое, может быть, мы даже еще не делаем, но хотели бы делать. В сегодняшнем видео я хочу вдохновить многих мамочек найти в себе вот этот вот талант, который вам дал Бог, и его как-то развить. Может быть, кто-то этим уже занимается. Сегодня я хочу предложить некоторые идеи. Какие же хобби в себе, я имею ввиду, какие таланты в себе можно поискать и превратить это в хобби. Например, ну я начну с себя, чтобы легче было, какие-то идеи, может быть, найти. Я очень люблю играть на пианино, на фортепиано. И когда, особенно если меня никто не слышит, то я нахожу любимую музыку или любимые песни, произведения какие-то, и я их играю. У нас в зале стоит пианино, и в нашей церкви я тоже играю. И мне это очень нравится. Во-первых, это успокаивает как-то меня. Во-вторых, я знаю, что этим я тоже благославлено. Талант игры на музыке можно использовать в таком направлении. Может быть, вы можете у себя в городе найти учеников, которые бы с удовольствием учились бы музыке. Может быть, это даже ваши соседи или дети ваших друзей. Другое мое любимое дело – это фотографировать. Вот вы видите, тут у меня лежит фотоаппарат. Этим я занимаюсь не часто, но все равно бывают какие-то моменты, когда или кто-то попросит сфотографировать. Я покажу сегодня пару моментов. Или просто даже своих детей пофотографировать на память. Это мне очень нравится. Другое хобби, которым я занималась несколько лет назад – это вязание крючком. Я покажу вам некоторые вещи. Вот такие вот шапочки, которые я вязала для новорожденных. И потом мы фотографировали маленьких деток в них. И что мы делали, если родители разрешали выставлять эти фотографии на интернет, то фотографии, которые хорошо получались, я выставляла на интернет. И даже мне удалось несколько таких вот шапочек продать. Вот шапочки может быть там с футбольными какими-то командами, с хоккейными или кому там что нравится. Всякие повязочки на голову. Конечно, девочек фотографировать намного интереснее, потому что им можно всего навязать на голову. Всякие вот такие вот ленточки. Это уже тоже я сама делала из всяких различного материала. И потом просто пуговку сюда приклеиваешь. Я покажу в конце видео, как некоторые из таких вот ленточек я делаю. Потом даже девочки наши вязали шапочки вот такую вот собаку, одноглазую, с таким вот пятном на глазу. Вот такие всякие мягкие шапочки, которые можно одевать маленьким деткам. Хорошо, может быть, кто думает о том, чтобы начать фотографию, начать с фотографии своих детей или своих племянников, или, может быть, детей своих знакомых. Если вы не хотите связываться с фотографией детей, можно начать попробовать фотографировать взрослых. Может быть, у кого-то на дне рождении, или свадьбу какую-то, или еще что-то. Ну, конечно, хорошо, лучше попрактиковаться. А для этого тоже нужны какие-то материалы, например, знать, с какой стороны хорошо освещение, чтобы тень не падала. Или чтобы у вас были какие-то фон, на чем можно фотографировать людей, светлые, темные. Или просто, если вы где-то фотографируете, искать стену, где не падает тень, и где хорошо очень видно лицо без всяких лишних теней сзади. Также хорошо, если вы думаете заниматься фотографией, искать какие-нибудь... Бывают люди просто даже выкидывают, им это не нужно, вещи, например, вот какие-то корзинки, куда спокойно можно положить новорожденного малыша. Можно положить что-то мягкое, подушечку, или положить даже сверху вот такую вот штучку, и она очень красиво будет смотреться на фотографии. Вот теперь переходим от слов к делу. Попробуем вот такую малышку сфотографировать. Малышей, конечно, труднее фотографировать. Но и вот таких вот деток, которые уже постарше, тоже бывает. Если у них настроения нет, то нет. А бывает и хорошо, они поддаются, особенно если это свои дети, то можно не прям в сию же минуту, можно найти удобный момент, когда они в хорошем настроении, и пофотографировать уже, и попрактиковаться. Поэтому, мамочки, кто вдохновился заниматься фотографией, я надеюсь, что это видео вам как-то пригодилось. Задавайте вопросы любые, потому что я тоже не эксперт, я тоже учусь. И еще я скажу, что наши девочки очень любят фотографировать, старшая Викочка особенно. У нее даже в этом такой очень хороший талант. Бог дал ей талант, она видит, с какой стороны куда лучше подойти, и как лучше видно, и во что лучше ребенка одеть. Через несколько секунд я покажу вам, как я делаю некоторые вот такие вот повязочки и ленточки на голову. YouTube канал Семья Савченко предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в PDF-формате уроки английского слова, песен с аккордами, уроки игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все, мы приготовим для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в MP3-формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможности, вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте SavchenkoFamily.com.ru Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку. Чтобы сделать вот такую вот красивую повязочку на голову, нам понадобится искусственный цветок. Я взяла его и разобрала по частям, то есть лепестки оторвала от стебелька. Также нам понадобится вот такая блестящая брошка или просто такая как бы пуговка и вот такая мохнатая резинка. Это вы уже выбираете по своему желанию. И также ленточка, которая тянется. Горячий клей. Вот горячим клеем я приклеиваю. Я примерно меряю сколько может быть голова ребенка. Конечно, это зависит или вы новорожденного фотографируете или постарше ребеночка. На интернете очень много можно найти различных размеров. Вот приклеиваем к горячему клею нашу пушистую вот эту резинку и приклеиваем лепесточки. Можно вот так вот как я делаю по одному или можно вот этот цветок сначала отдельно сделать и потом уже полный цветок приклеить к вот этой пушистой мохнатой резинке. Вот приклеиваем мы лепесточек за лепесточком. Аккуратно с горячим клеем работаем, потому что горячий клей он горячий. Можно обжечься. И в последнюю очередь мы приклеиваем блестящую брошку, которую также можно найти или в магазине или на интернете. И вот такая вот резиночка у нас получилась. Смотрится красиво и спереди и сзади. Сейчас я попробую вам показать, как я делаю другую белую резиночку. То есть не резинку, а повязку на голову. Вот я уже сделала цветочек из двух различных цветков. Оторвала от белых цветков и от фиолетовых. Взяла вот такую вот ленточку. Можно просто взять ленточку, а можно ее крючком связать, чтобы потолще была. И приклеиваем тоже горячим клеем к этому цветочку саму ленточку. В долларовом магазине очень дешево я купила вот такую вот накидку с перьями. Отрываю я парочку перьев, чтобы не повредить эту накидку. И аккуратно приклеиваю несколько перьев вот к самой ленточке. Чтобы оно смотрелось вот так вот, как будто там сзади цветков перья торчат. Сейчас после паузы я покажу, как в фотографии я использовала эту ленточку. Вот так вот эта полосочка, эта ленточка смотрится на голове у девочки. И также вот красивые перья на шее. Другая тоже с пером, с маленьким. Вот такая вот с бабочкой, полосочка сделанная. Тоже смотрится очень красиво на голове у девочки. Так что это все ваша фантазия. Другое хобби я хочу рассказать. Это не мое хобби, это хобби моих некоторых друзей. Это они занимаются шитьем одеял. Из таких кусочков одеял. По-английски это называется quilting. И я знаю, что это многих очень увлекает. И красивые вещи очень получаются. И я просто рада, что есть такие люди творческие, которые могут часами создавать такие красивые произведения искусств. Что у них получаются шикарные, просто красивенные одеяла, которые сделаны из различных лоскутков. Они могут и цвет красивый подобрать и все. Вот кому интересно, я тоже могу дать ссылку на этих людей, которые делают такие красивые одеяла. Это тоже нужно терпение. Тоже нужно выкраивать время. И, ну, у кого есть вот такой вот талант, то, конечно, этим людям это не угнетает их заниматься этим, а наоборот как-то вдохновляет. То же самое с вязанием. Кого-то это угнетает, там каждую петлю там продевать, куда-то там считать изнаночные, лицевые. А кому-то это настолько утешительно сидеть и вязать, и прям им от этого хорошо. Поэтому все мы разные, поэтому всем из нас найти можно что-то интересное делать. Другое хобби – это выпечка. Я этим занималась. Я даже работала кондитером одно время, и мне это очень нравилось. Я с радостью бежала на работу. Когда я могла украшать различные торты, различные пирожные, просто свою фантазию вкладывать в работу. Мне это очень нравилось. Если у вас есть такая возможность, например, кто любит печь или кто любит украшать вот эти вот кондитерские изделия, может быть можно узнать, может какие-то заведения, там детские сады или школы, или еще можно объявления дать и делать на какие-то мероприятия вот свою такую красоту. Поэтому я вдохновляю вас, всех мамочек, найти в себе вот такой вот талант и посмотреть, что же вам нравится делать. Вот просто даже подумать так, посидеть. И что же, вот если бы у меня было много-много свободного времени, чем бы я хотела заниматься. И посмотреть, может вы в себе найдете, что же вам нравится. Поэтому спасибо вам большое, что были со мной. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Приглашайте ваших друзей, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. До скорых встреч. Пока!